Почему ты не член церкви? Да я... Сегодня в целом никто ни в кого не верит. То есть у вас в церкви демократия? Это не проблема русской православной церкви. Мы на «ты», на «вы». К сожалению, плохого больше, конечно, если мы говорим про РПЦ. Сейчас меня защищают, да? Ты говоришь, что ты воинствующий атеист. Русская православная церковь – это враг городов. Например, ты, Серафим, ну кто тебя знает? Отказывается ли церковь от ненужных храмов? Или я просто честный человек? Там всякая вот эта бриятина про секс до брака. Я считаю, что самый главный враг церкви – это мы сами. Это я собака. У меня нет души. Ну, плевать, короче. «Живи Беларусь», там, «Навальный», «Путин». Когда люди, например, начинают ходить в церковь вместо врачей… Тебя напрягает это. Есть структура ООО РПЦ. Мне совершенно, например, не нравится там поведение патриархи Кирилла. У меня длинный список, нам не хватит времени. Мы запускаем рубрику под названием «Церковь критика». Некоторые верующие могут спросить, как можно вообще критиковать церковь. Это же богочеловеческий организм, самим Христом установленный. Но мы убеждены, и я думаю, все понимают, что церковь состоит из обычных людей, с несовершенствами, с ошибками, с грехами. Поэтому нам интересно, как церковь выглядит не только изнутри, да, среди своих, скажем так, чат верующих христиан, но и извне. Нам интересно мнение людей, которые находятся за церковной оградой. Илья Варламов у нас сегодня в гостях. Человек за оградой. Человек за оградой, да. Илья, ты достаточно часто, ярко, едко критикуешь церковь. А что ты меня не представил? Сейчас, Павел, очередь дойдет до вас. Ладно, хорошо. В чем дело? Что тебя не устраивает? Почему ты не член церкви? Я бы даже так спросил. Так, ну для начала хотел бы, чтобы все присутствующие изначально согласились, что никаких претензий по статье об оскорблении чувств верующих не будет. Согласно сказать? Ну, товарищ мой. Можно сразу расписка, да. А то иногда представители ПЦ оскорбляются. Мы не оскорбимся, да. Замечательно, да. Да, Андрей? Почему я за забором стою? Нет, я иногда захожу. Я иногда захожу, да. И мне даже очень нравится. Это, кстати, только что был в Кижах. Кстати, правильное ударение в Кижах. Я всегда думал в Кижах. И там на реконструкции, собственно, находится весь этот комплекс. Они пускают, меня пустили. Я посмотрел, потрясающе вообще. То есть, там вот несколько церквей. И одна из них, они там претендуют, чуть ли не самая там старая, из деревянных, там, российских. И очень, очень все там замечательно и здорово. Так что иногда я даже захожу за ограду. Что касается моей критики, то, что я говорю, мне, естественно, мне совершенно не нравится вот это вот, то, что делает РПЦ, вся эта структура. Вот это мы хотели обсудить подробнее, если возможно тезисно. Нам интересно все. Тезисно, ну смотри. Для начала. Почему ты не член церкви? Да я, наверное, то, что я атеист, и мне даже в голову бы не пришлось найти церкви. Это мы отдельно обсудим. Во-вторых, что конкретно касается деятельности. При этом я довольно уважительно отношусь к разным религиям. У меня есть много знакомых, там, и родственников, которые придерживаются различных вероисповеданий. Я абсолютно толерантен и с уважением отношусь к каждому, там, кто куда ходит, к какому богу молятся. Меня совершенно это никак не раздражает и нормально. То есть у меня там дома одно время стояли иконы, и меня никак вообще не беспокоили. Какие основные претензии и тезисы на КРПЦ? Первое – это абсолютно вредительская деятельность по многим вопросам. Ну, например, сейчас это было видно во время коронавируса, когда непризнание науки, отрицание науки. И мы видели там то, что не останавливали там богослужения, хотя это говорили. И дачно это скажут, что кто-то остановил, а кто-то не остановил, они сами решают. Но я считаю, что это довольно такая вертикальная структура, и можно было там довольно ясно говорить. Мы ображдали, Илья. Это уже тезис. Отец Павел. Вот насчет коронавируса. Спасибо, что представил. Отец Павел Островский, телеведущий, известный проповедник, миссионер, святой. Ну ладно. Ну, во-первых, что-то абсолютно верное. Но прежде чем вообще идти дальше, мне кажется, надо просто понять, мы критикуем для чего. Мы критикуем для того, чтобы какая-то польза была. Или мы критикуем, потому что вообще критикуем, и потому что сегодня стало как-то модно. Потому что ведь сегодня в целом никто ни в кого не верит. Критикуются и церковь, и критикуются и врачи, и полиция, и чиновники, и учителя. Все подряд друг друга критикуют. Все, причем, кстати, еще являются специалистами во всем. Абсолютно такие. И разбирается в экономике, и в политике, и вообще во всем. Поэтому тут надо еще просто отметить, что такое явление существует, что сегодня вообще вся эта критикуемая тема, она более хайповая, чем вообще все остальное. Сегодня вообще про добро и говорить что-то положительное, это не очень рейтингово. Это можно отметить, и я блогер, я тоже занимаюсь блогерской деятельностью. Это можно видеть, совершенно разный уровень. Но при всем при этом все-таки церковь, она сама себя ставит в уязвимое положение тем, что она заявляет, что мы за любовь. Я в данном случае не говорю сейчас про вероучение, вот ты же сказал, богочеловеческий организм. Я не думаю, что вот в данном контексте нужно говорить про вероучение. Но церковь себя ставит в уязвимое положение, что она как бы за любовь, как носитель правды и тому подобное. И когда представители церкви всех видов от мала до велика не соответствуют, то, конечно, это вызывает разговоры, в лучшем случае. Но эта проблема, хочу заметить, просто не 21 век, это не проблема русско-православной церкви. Об этом писал апостол Павел 20 веков назад. А те люди, которые вот прям молодцы, святые как раз, да, они, да, они внутри церкви, они обычно заметны, к ним ходят там за советом, просят помолиться и тому подобное, но вне ограда они незаметны. Как, собственно, мало кто замечает какую-нибудь уборщицу, там вот девятиэтажный дом, четыре подъезда, там 3-6 этажей она каждый день моет за нищенскую зарплату, она делает просто гигантский труд, в общем, ну и мало кто даже спасибо скажет. В принципе, подвижники не очень заметны. А вот всякие вредители, конечно, заметны. Если даже говорить про ковид, то, конечно, ковид-диссиденты, они были вообще везде. Они были и внутри ограды церковной, и вне церковной ограды, было в огромном количестве, да, но все-таки внутри церковной ограды, понятно, что на людей как-то на них смотрят более внимательно, и, конечно, это было несколько печально. Хотя стоит сказать, что церковный народ всегда был консервативный, да, если когда-то люди думали, что телевизора дьявола, потом интернет от дьявола, то понятно, что и когда людям стали говорить, что вот, значит, ковид, закрываем храмы, все стали в этом видеть именно как будто гонение на церковь. Ну и еще один момент стоит добавить, что вот это недоверие простого народа к власти, простого народа к церковной власти и простого народа к светской власти, да, это все-таки тоже заслуга средств массовой информации, когда твой ролик выйдет в интернет, это тоже СМИ, да, я на Спасе тоже СМИ. Люди привыкли, что вообще-то стабильно где-то что-то, где-то какая-то ложь есть. И поэтому, когда тебе вдруг что-то сказали мне прямо уже сделать, то не все поверили. А почему церковь жестче сверху вот не среагировала, как говорит Илья? Почему нельзя было проверять как-то тщательно? Потому что, действительно, приходы, мы знаем, были открыты вопреки тем требованиям иногда. Были пасхальные богослужения, которые можно было запретить централизованно. То есть, если бы патриарх Кирилл сказал, что, ребят, никаких пасхальных богослужений быть не должно, ввиду такой-то обстановки, выступил бы с речью, проповедью, обратился бы к верующим, то их бы не было. Я не верю, что какой-либо приход бы осмелился против воли патриарха нелегально устраивать какие-то пасхальные богослужения. А почему ты просто очаровательный думаешь? Отлично осмелились многие. То есть, у вас в церкви демократия? Ну, я бы сказал, что в церкви, с одной стороны, есть монархия, ну, как бы Господь-Бог, да, но, в целом, многие люди абсолютно анархисты, да, это печально. Это не говорит, что это хорошо, да. И мне, конечно, не понравилось то, что не подчинились очень многие власти, но, чтобы было понятно, я точно не ковид-диссидент, мой духовный отец, который меня крестил, и благословил меня на брак, отец Георгий Бреев просто умер, в общем, да, мой папа чудом выжил, тоже священник. Но, правда, многие не подчинились. То, что потом священачально это среагировало, мы знаем, сейчас был недавно Священный Синод, многих там переснимали, там, да, то есть санкции были введены против этих ребят, вот. Но, с другой стороны, конечно, легко рассуждать вот по принципу «зал бы прыгав, жил бы в Сочи», мы уже постфактум с чем рассуждаем, а если вспомнить, что Пасха у нас была, по-моему, как-то апрель был, да, тогда вот был весь этот сумбур, я помню, что нам запретили пускать народ в храмы на вход Господня в Иерусалим, то есть за неделю до Пасхи, за неделю до Пасхи, то есть многие просто вообще, то есть, как это там и тому подобное. Хотя, конечно, это печально, что многие не послушались начальства, да, вот. Но я думаю, что ковид, скорее, не самая такая тема, на которой вот... Да-да-да, я просто только начал, у меня же длинный список. Поехали. Мы на ты, на вы? На ты. Возвращаясь к ковиду, ты говоришь, что там критикуют. Кстати, когда начала ковид, я первым поехал снимать милосердие, то, что вот, у РПЦ вот эта служба, как они помогают во время ковида, потому что многие бездомные, они остались без помощи, без поддержки, когда улицы опустили, им буквально было нечего есть, и я снимал как раз, как церковь помогает бездомным, как кормят, и также там у них там программа по помощи женщинам, и... Ну, это не так популярно было, как... Это было достаточно популярно, к тому, что я не только плохое вижу, да. Ну, к сожалению, плохого больше, конечно, если мы говорим про РПЦ. Давай тема, которая прямо меня очень сильно волнует, поскольку я все-таки архитектор, и занимаюсь архитектурой, архитектурной журналистикой, пишу про города, про все остальное. Сегодня, конечно, РПЦ – это враг городов, враг архитектуры. И в том числе меня, во-первых, очень печалит, как РПЦ относится к наследию, которое осталось, а вот эта вот религиозная архитектура, если мы говорим там про древнюю, да, это самое ценное, что есть еще в русской архитектуре, потому что раньше там все деньги тратились на церкви, ну, на церкви и дворцы. Дворцы там кое-как там еще уцелели, ну, и остались храмы. И вот какая-то самобытная русская архитектура, вот эта религиозная архитектура – это, наверное, одно из немногих, что у нас есть. Потому что, когда мы говорим дворцы, дворцы – это больше там заимствование какое-то архитектурное. Наши церкви, они прекрасны, древние храмы все-таки замечательно, но я с ужасом смотрю вообще, что РПЦ с ними делает сегодня. Начиная вот от этой вот программы «Поменяем всем купола», от чего у меня просто не зависит памятник архитектуры, не памятник архитектуры, где-то РПЦ построили заводик, и всем лепят одинаково вот эти вот купола, такие вот блестящие у них, и один золотой, и один синенький. И они по всей стране их зачем-то делают. И заканчивая вот эти вот массу историй, когда там обшивают сайдингом, ставят там, выламывают исторические окна, и совершенно наплевательски относятся к историческому наследию, которое у них осталось. При том, что церковь продолжает наступать на историческое наследие, что они говорят «дайте нам там это, отдайте нам сейчас, верните нам, верните, верните». При том, что все там довольно печально. Да, и здесь нужно сделать еще такую, я хотел бы сделать важную ремарку, я вот как Илья Варламов, учредитель фонда «Внимание», мы занимаемся сохранением исторического наследия, мы восстановили, помогли, у нас пока есть там готовых кейсов два храма, я просто не помню название «Деревень», сейчас так не скажу, но можно будет потом подмонтировать. Мы собрали на новые колокола и колокольня полтора миллиона рублей, в Вологодской области для сельского храма, мы собрали миллион рублей, тоже они просят на ремонт, и там сейчас еще третья церковь тоже обратилась, и мы помогаем таким маленьким деревенским храмам, которые бесконечно прекрасны, ими никто не занимается, для них нет дела РПЦ, мы собираем деньги, мы им помогаем, при том, что я как воинствующий атеист, мог бы там пройти мимо, а мы вот этим занимаемся, и вот с точки зрения архитектуры я очень переживаю за тем, что делает РПЦ. В церкви нет дела до этого? Ну, во-первых, я, конечно, думаю, что этот вопрос гораздо более глубокий, и если мы именно хотим этот вопрос разобрать, тогда надо разложить по полочкам, потому что вот история с передачей музеев храмов в видении церкви, это отдельная история, если мы говорим про… Это Исаакиевский собор. Да, если мы говорим все-таки про разрушение памятников культурного наследия храма, то стоит сказать, что ни у одного обычного прихода, это 99% приходов, нет никаких средств к тому, чтобы этот памятник вообще хоть как-либо сохранять. Это первый момент. И, конечно, Министерство культуры, которое тоже в видении находится, оно в жизни никогда не будет тоже помогать. Это тоже мы все понимаем. Соответственно, возникает вопрос. Вот есть обычный священник, он настоятель. У него храм, предположим, там 18-го или 19-го века. Ну, чаще всего 19-го века, ну, потому что там даже 18-го. Ему сказали служить. Вот он зашел в храм. Значит, где-то, может, даже там стены нету, там окон нету, там того-сего нету. И денег нет, ну, само собой. Это, конечно, чудесный миф о том, что папа на Мерседесе, да, но езжать в городах. Может быть, да, есть какая-то небольшая группа богатых священников. Но в целом, если мы едем по стране, я думаю, если Илья ездил, то он знает. Согласен, священники? Да, да, да. Это абсолютно беднота. Соответственно, денег он ниоткуда не приобретет. Спонсоров тоже, естественно, в деревнях нет. Бабушке они принесли огурчики, на этом он живет. У него два варианта. Или вообще ничего не делать, или хотя бы, чтобы хоть как-то было тепло, все это зашивает, в общем, да, и служит. С точки зрения культурной ценности, то он, безусловно, вредитель. А с точки зрения, скажем, какой-то просто жизни, храма так и так вообще разрушится. Но они хотя бы хоть что-то сделать. Но если мы говорим, что церковь никак не занимается, то я не могу говорить за всю церковь. Но зато прям с такой серьезной долей углубленности могу ответить за Московскую областную епархию. Потому что мой отец много лет был председателем отдела по реставрации строительства храмов на Московской области. И я помню, как как раз, чтобы не было вот этого сайдинга, с этим боролись, да, чтобы создан был консультативный экспертный совет, куда вошли там, в том числе, архитекторы, представители Министерства культуры, где каждый проект по восстановлению сначала проходил это консультативный экспертный совет и вам подобное. То есть очевидно, по крайней мере, вот Московской областной епархии, хотя она, конечно, богатая по сравнению со всей остальной стороной, этим занимается. Ну и вот эта тема, которая сейчас активно идет, это восстановим разрушенные святыни, которые всеми, то есть со всех приходов, которые более-менее имеют деньги, собирают деньги на восстановление храмов-памятников, и они как раз восстанавливаются вот как Илье это понравится. А что с этими куполами-то, которые как под капельку... То есть где этот заводик с куполами? Ну, про купола, я, например, помню, когда я был настоятелем временного храма, то мы купола просто заказали у какой-то фирмы, самой обычной, она, по-моему, даже не церковная, они нам сделали купола. Я не думаю... Просто купола они и правда однеобразные. Я думаю, что священники ставят купола, они исходят не из какой-то эстетичности даже особо, а из просто сколько это стоит. Во-первых, я понимаю, что когда мы говорим про какие-то приходы, особенно деревенские и так далее, естественно, там нет денег, потому что они пишут мне, в том числе и я, и многие другие люди им просто помогают, они с миру по них ходят и просто занимаются тем, что собирают деньги, чтобы хоть как там все что-то сделать. Вот. И с этим все понятно. Мы говорим сейчас в общем про структуру РПЦ, у которой все-таки, на мой взгляд, деньги есть. И мы в каждом городе видим какое-то необузданное строительство новых храмов, при этом вот они как последний день, вот нужно их этих храмов настроить вот столько уже, которые часто вызывают притом конфликты с жителями, это тоже следующая претензия. Непонятно, зачем они нужны. Можно вспомнить Екатеринбург, когда город был против, зачем нужно было эскалировать этот конфликт, идти против людей, что вот нам нужно обязательно здесь воткнуть этот храм, и прямо горит. Можно вспомнить массу конфликтов, которые были в Москве, когда пытались застроить там парки, и вот в каждый двор воткнуть этот храм. И когда мы говорим про РПЦ, как про некую там вот компанию, вот фирму, которая вот всем этим управляет, этой недвижимостью вашей и всем остальным, да, мне кажется, если в ведении РПЦ находится памятник культуры и истории, то относиться к ним нужно соответствующе. Если они не могут к ним относиться соответствующе, значит, надо сказать, друзья, мы закрываем этот храм, мы отдаем его, мы не можем его содержать. Как делать католическая церковь? Это он нам не нужен. Вы сможете открыть музей, пивоварню, скейт-парк, библиотеку, клуб, что угодно. Потому что вот этот приход нам не нужен. А здесь получается такая история, что мы, конечно, ничего не отдадим, нам еще больше надо, нам надо все вернуть, вернуть все, что нас отняли там большевики. При этом, а денег у нас содержать нет, поэтому будет разрушаться. И еще Исаакиев собор нам отдайте, и то нам еще отдайте. Мы можем так сказать? Нам не нужно этот приход. Какая-то странная история. Нет, чтобы не умалять, вот по поводу строительства новых храмов, сейчас мы обязательно поговорим, но чтобы не умалять подвига огромного количества священников, то, конечно, все-таки они приобретая, не приобретая, получая как раз в свое видение совершенно разрушенные храмы, не будучи при этом администраторами, не будучи при этом специалистами по строительству и так далее, потому что они хотели быть просто священниками. Но стоит сказать, что в итоге чаще всего получается все-таки нехорошо, они как-то восстанавливают их. Ну вот это вот как-то, вот совершенно правильно ты говоришь, они не являются специалистами, они не должны этим заниматься. Нет, я имею в виду, что по поводу сайдинга, обшивки, когда вставляют пластиковые окна, я совершенно здесь согласен, это неправильно, и здесь, конечно, вопросов нет. Но при этом я вижу огромное количество восстановленных храмов, которые восстановлены, они сохранили свою культуру, восстановлены, роспись сохранена в большинстве случаев. То есть как раз, я же общаюсь с большим количеством священников, но опять же это Московская область, я ничего не буду говорить, я не знаю, как происходит дальше. Но вот эта попытка, что нам он не нужен, этот приход, может быть такое? Нет, ну как нам не нужен? Понятно, что для нас это... Лучше справиться с государством. Ну как, если люди не ходят? Вот есть много храмов, в которые люди просто перестали ходить. Ну деревня умерла, всё... Ты едешь по Тверской области, ты едешь по Тверской области, там просто одна на одной просто там мёртвые деревни, и вот эти вот разрушенные, они не обрушают, а просто вот разрушенные, уже руины стоят. Они как раз не используются никем, разрушенные... Да, они не используются никем. И там парадоксальная ситуация, что там некоторые из них находятся в ведении РПЦ, но они стоят в руинах, то есть там нет деревни, там просто есть какая-то церковь, которая вот она в ведении РПЦ находится. Естественно, и никто не занимается, потому что чего и заниматься, там ничего нет. И их не отдают, то есть прецеденты, чтобы РПЦ отказывалась от церквей, которые не нужны, которые не используются, люди в них не ходят. Как это есть, например, у католической церкви? К сожалению, этого нет. Такой будет полезен прецедент, скажите. Я, во-первых, думаю, что у нас ситуация не такая. Если храм-памятник, и он стоит на учете, то он все равно принадлежит Министерству культуры, так или иначе. Он в ведении церкви, да? Но Министерство культуры за него отвечает, и то, что это скорее... Я сейчас попрошу, чтобы было понятно. Мы говорим, когда храм не нужен. То есть Министерство культуры... Стоит в деревне ненужный храм, можно в него вбухать какие-то миллионы рублей, можно его восстановить. Смысл, да? Там нет прихожан, там нет деревни, туда непонятно, кто будет служить, непонятно, как это все дальше содержать и так далее. Если там нет священника, то это, по сути, если там нет службы, это бывший храм, так сказать. Вот. Мы сейчас говорим, отказывается ли церковь от ненужных храмов? Это я не знаю. Это надо конкретно найти... Есть ли вообще такие прецеденты? Ну, я просто не знаю. Добровольный отказ от своей собственности, которую церковь не может содержать? В смысле, собственность этих храмов, я опять же не очень помню, как это в документах, но они не находятся в собственности церкви. Новый храм, да, в собственность передается, а все эти храмы-памятники, если ошибаюсь, они так находятся в виде государства, церковь не получают бесконечное пользование. Не все признаны памятниками. Единственное, что просто мне главное, чтобы мне это интересно было бы обсудить, но думаю, что сейчас люди думают, да ладно, заткнитесь. Ну да, 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 да. Можно... Но подожди, интересно же про Екатеринбург, сквер храм. Да, да, что в Екатеринбурге? Зачем? Здесь мне как раз эта тема интересная, я частично согласен с тем, что... Ну, вот что нужно уточнить. Церковь у нас не устроена так, как вот вертикаль власти, что есть патриарх, и патриарх ведает всеми приходами и тому подобное, за них прямо он отвечает. У нас каждый приход, он это отдельное юридическое лицо, да, и настоятель имеет определенную власть. И если тебе назначили настоятелем в каком-то месте строить храм, то именно сам настоятель должен выстраивать отношения с людьми так, чтобы все это было в мире и согласие. И понятно, что наша страна, она, конечно, условно-православная, есть куча людей, которым, ну правда, им не хочется, чтобы у них прямо в центре сквера появился храм, в общем, да, вообще в первую очередь стройплощадка, да, и тому подобное. И, конечно, нужно уметь договариваться. Я этот опыт прошу, потому что я был настоятелем долгое время храма в Павшинской пойме. Если ты архитектор, то знаешь, что Павшинская пойма это самое архитектурное красивое место в мире. Вот. И у меня там строился храм. Да, и жители были в целом против, потому что мы с ними общались, им объяснялось, что это не то, что вы там думаете и так далее. Соответственно, с одной стороны, храмы в спальных районах нужны, потому что куча людей, можно посмотреть любую воскресную службу, чаще всего вообще люди на улице стоят, да. Вот как раз обычно в центре города, вот старые храмы стоят, да, в центре города, где уже нет спальных районов, там зачастую храмы не очень набиваются народом. А в спальных районах они нужны. Но, безусловно, здесь нужно находить общий язык с жителями, да, и в этом плане я вообще сторонник того, что для того, чтобы все было красивее, то находить какое-нибудь место, где точно никто не будет против, да, туда ставить храм, вот, делать это место центром всего, и люди, естественно, все равно туда стекутся. Потому что по моему глубокому убеждению, люди все равно ходят по принципу, какой поп, такой и приход. То есть, конечно, если большой спальный район, они забьют храм, но если мы берем в целом вот приходскую жизнь, все равно все зависело от священника. И если священник, он нормально будет служить, нормально будет относиться к людям, да, если он будет вести нормальную просветительскую работу и так далее, то даже если храм у него будет стоять там на отшибе, все равно к нему пойдет народ, и весь спальный район будет ходить именно к нему. Вот, но при этом, что вот касаемо Екатеринбурга, что у нас было на торфянке в Москве и так далее, я принципиальный сторонник того, что на силовые действия силовыми действиями отвечать нельзя. То есть это всегда для церкви, это всегда было, выражаясь современным языком, потеря репутации, да, это однозначно. А самое главное, что мы все равно от этого ничего не получаем, только люди озлобляются. Вот всегда можно идти на самом деле компромиссы. Относительно движения 40-40, которые, я поняту, неофициальные структуры РПЦ. Совсем, да, совсем неофициальные. Просто инициативные православные люди. Очень инициативные православные, которые периодически, на мой взгляд, участвуют в совершенно неприемлемых акциях, которые замечены там или на силе, или на грани насилия. Ну и плюс вот их акционизм, на мой взгляд, он как раз вредит репутации церкви, потому что они себя с церковью как бы ассоциируют. При этом, конечно, ты мне сейчас скажешь, они к РПЦ не имеют отношения, да, каждый делает что хочет. Нет, они имеют отношения, потому что они православные крестьяне. Да, да. Но я не слышал критику в их адрес со стороны каких-то людей с РПЦ. То есть мне кажется, что все это устраивает. И они людьми сторонние. У РПЦ есть какие-то боевики, как стало модно говорить, тетушки. То есть там, где поп же не может пойти и палкой кого-то бить, а эти ребята могут. И как-то очень удобно. Но, опять же, со стороны РПЦ это со стороны кого? Многие священники открыто говорят про какие-то отдельные акции этих 40-40, что это неправильно, радикально и прочее. То есть это кто должен патриарх о них сказать? Ты сейчас меня защищаешь, да? Нет, подожди, кто-то... Смотри, если у меня есть какая-то компания крупная с приходами по всей стране, и я вижу, что какие-то ребята наносят мне репутационный, на мой взгляд, репутационный вред, который меня не устроит. Я как директор компании. Скажу так, друзья, либо вы играете по нашим правилам, либо вы идете за забор и, пожалуйста, не позорьте нас. И я думаю, что все им стало сразу понятно. Смотри, на мой взгляд, как я себе представляю РПЦ сегодня, на мой взгляд, остановить их можно даже публично ничего не говоря. То есть если их предводителю кто-то позвонит и скажет, слушайте, ребята, давайте прекращайте, потому что это переходит границ. Но как-то всех устраивает. Вообще к православным христианам, которые вот так вот себя предположим, если Илье не нравятся отдельные, мне тоже не нравятся отдельные акции, отдельные действия, это 40-40, или любых других христиан. Кто-то должен что-то делать, звонить, запрещать, или просить, молчите, значит, спрячьтесь и так далее. Это задача и забота вообще церкви каких-нибудь иерархов, или там ответственных за публичные. Дело в том, что в церкви всегда были разные люди, и были люди, которые правда считали, что, значит, ну, типа вот был лозунг «православие и смерть», вот, да, что нужно, так скажем, взять в руки меч, да, и, так скажем, это все не новое, а все время апостол Петр обнажил меч, на что встретил слова Христа, что тот обнажил меч, от меча, собственно, и погибнет. Мне здесь сложно, наверное, отвечать, потому что я так и лично знаком с Андреем Кормухином, который возглавляет 40-40, мне он по-человечески очень нравится, просто сам как человек, да, и так далее. И, конечно, может Андрей несколько расстроится, я скажу честно, как есть, в общем, да, я не сторонник каких-либо силовых вообще каких-либо действий, да, потому что церковь, она никогда этого не делала. Если мы берем лучшее проявление церкви, мы никогда так не поступали. Да, могут сказать, ну а как же там Дмитрия Донского, Александра Невского, там Великие Войны, Федор Ушаков и тому подобное. Но это был внешний враг. А тут все равно речь идет о своем собственном народе, да, который тоже, кстати, считает себя православным. Вот. И, опять же, есть так называемые репутационные потери, а мы об этом должны думать, потому что апостол Павел прямо говорит, мы должны иметь доброе мнение от внешних людей. Да, это правда так. То есть мы должны заботиться о своей репутации. Безусловно. Наша программа этому, кстати, и служит. Мы ищем, ну какое мнение о нас узнать. Это большой вопрос. Нет, ладно, ничего, ты это вырежешь, я уже понял. Нет. Мне обещали, что мы не вырезаем. А, классно. Да, вообще. Меня в прошлый раз вырезали про часы патриарха. Это было возмутительно. Где-то мы не знаем кто и где. Просто я их подарил. Короче, претензии, поэтому не заботитесь об архитектуре, о своих каких-то старых развитиях. Просто я хочу сказать, что церковь, это большое количество людей, есть люди, правда, которые искренне считают, что против церкви ведется конкретно серьезная война, и что нужно против этой войны, против либералов и так далее, выступать тоже и так далее. У ребят такое есть убеждение. Они поступают искренне, от чистой души, от чистого сердца и так далее. Я эти убеждения не разделяю. Я считаю, что самый главный враг церкви, это мы сами, потому что, ну так скажем, наши, вот о чем я говорил вначале, наши собственные грехи и наши ошибки, они дают повод, собственно, критиковать церковь. И это тоже история первого века, когда апостол Павел говорил коринфянам. О коринфянам такие были ребята, которые несколько уже зажравшиеся были. Он говорил, и за вас имя Христа, улицу язычников. То есть имя Христа, улицу у внешних людей. Поэтому эта история, она очень дремучая, и она продолжается сегодня. Собственно, любой священник, который просто агрессивно сейчас кому-то что-то скажет, вот Илья кому-то агрессивно скажет, ему мало что, хотя он человек известный, тоже могут, конечно, уже по шапке на стучать. Ну, например, вот ты, Серафим, ну, кто тебя знает, в общем, да, только там два человека и три. Вот, ну, то есть, если ты кому-то грубо ответишь, да, если ты кому-то грубо ответишь, ну, подумать, ладно, рост высокий, все понятно, да. Но если я грубо отвечу, это будет скандал. Поэтому, отец Павел, следите, пожалуйста, за своей лексикой. Илья, этим ограничиваются претензии какие-то вопросы? Да нет, у меня же длинный список, нам не хватит времени. Ты говоришь, что ты воинствующий атеист, почему? Я как бы не знаю, ну, то есть, у тебя возникает вопрос, почему ты, я не знаю, не веришь каких-то там бога огня или еще чего-то. Ну, почему воинствующий? Ну, это не эта шутка, нет, ну, конечно, не воинствующий. То есть, я же сказал, что я никого, я совершенно нормально общаюсь и никому не пытаюсь как-то, я не пристаю к людям, у кого я вижу крест, там, звезду Давида или там еще что-то, я к ним не пристаю, да давай поговорим о том, что бога нет. Нет, у меня есть мои убеждения, то есть, я абсолютно не приемлю никакой религии. А почему, если не секрет, вот как ты к этому пришел? Да я к этому не приходил, мне кажется, я всегда так. То есть, не было никакого момента никогда, что ты был вот на грани прихода в какую-то религию? Я даже могу себе представить, как это происходит, то есть, что должно случиться. А вот отец Павел, он кто? Он просто какой-то странный невежественный человек? Нет, почему? Это хороший, он добрый человек, у него есть ютуб-канал, инстаграм, он там пишет, кстати, иногда правильные вещи. Илья просто честный человек, это большинство верующих людей, если бы честно, сказали бы так же. Нет, 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 есть, конечно, там у него проблемы, например, вот я смотрел там эфир про блуд, и считаю, что это просто, ну, в 2020 году просто некорректно такие мысли вообще говорить. Ты не смотрел? Я не смотрел, простите. Ну, я уже стал интересно смотреть. Ну, там всякая вот эта вот бредятина, там про секс до брака, про вот это, ну, это уже как-то средневековье. Я не уверен, что это нужно как-то обсуждать. Кстати, Папа Римский же, да, сказал, что секс – это божественное удовольствие? Я просто так и не понял, откуда он узнал, потому что он монах. Ну, мне кажется, ему кто-то рассказал, и он поверил. Мне, кстати, спрашивали, как я отношусь к этой фразе. Я считаю, что секс – это плотское удовольствие, а божественное удовольствие, может быть, это есть опыт общения с Богом, и тебе это в удовольствие, да, это будет божественное удовольствие. То есть, в моем так понимании. А секс – все-таки так же, как если ты в ресторане кушаешь вкусную еду, это все-таки больше для меня это плотское удовольствие. Да, но это просто… смотри, ты с одной стороны выступаешь за крепкий брак, нормальную семью и все остальное, учитывая то, что секс является важной частью нормального крепкого брака, и ты отказываешь людям попробовать до брака вообще понять, подходит друг другу или не подходит. Мне жалко твоих прихожан, людей, кто тебя слушает, потому что они увидели друг друга, они полюбили, они там вот все, ну, за ручку подержались. А ты стоял сослечка стоять? Да, все, и ты такой, все, живите вместе, будьте счастливы, умрете в один день. Я могу ответить. Они пошли, у них первая брачная ночь, и он на них смотрит друг на друга. А мне кажется, это очень интересный тезис, кстати. Я на это не подписывался. А ты сверху… семья должна быть еще и крепкой. Ты не бухай, а ты не пилей. Я тоже не бухаю. Невозможно нормальный брак без хорошего классного секса. И я не отрицаю то, что… А ты людям отказываешь возможности попробовать. Я объясню, что когда я что-либо… Вот если… Да. Вот именно пробудиться мы говорим. Я это многократно повторяю, что я это адресую конкретно к тем людям, которые уже находятся внутри церкви. То есть нельзя просто взять, ну, как из ромашки один лепесточек вырвать и говорить, вот ромашка, она вот вот такая, да, вот белый лепесточек. Все-таки если мы говорим про человека, который находится внутри церкви, то предполагается, что у него, как бы, есть вера во Христа, да, конкретно, я не буду сейчас в ручении рассказывать, и есть духовный опыт определенный и так далее. И там вот в контексте всей вот этой жизни, да, и те люди, которые внутри церкви, они меня понимают, да, в контексте этого опыта, да, интимное отношение вне брака, да, они, так скажем, не очень понятны, вот они, зачем. Ну, я сейчас не хочу сейчас в это вдаваться под рост, потому что, в данном случае, все улыбаются, они все понимают, зачем. Я, кстати, никого вообще не вижу, что-то он прозорлив. Но я хотел бы ответить на то, что вот Илья говорит, что вот я никогда не понимал, как это и все остальное, это просто несколько честно, потому что очень многие люди, я просто объясню, как у меня появлялся опыт веры в Бога, потому что я сам из семьи священника, я знал много, что просто с детства было вложено, благодарен за это, родителям, но в какой-то момент я понял, что если я прям максимально честно скажу про свою веру, то у меня просто ничего нету. Не вопрос в том, что я атеист, да, или я там верующий, просто ничего нету, то есть у меня не было даже какого-то интереса. Это было несколько честно, но что меня, так скажем так, двинуло? Ну ты знаешь эту историю, у меня разбил с невестой на машине, и у меня возник вопрос один, есть ли жизнь после смерти? И тут оказалось так, что просто верить на слово всем подряд, ну, что есть жизнь после смерти, как бы не очень хочется, да, вот, и вот этот тезис, который мне, я стал с многими людьми разговаривать, много книжек читать, мне говорили, но ведь оттуда никто не возвращался. В итоге, вот этот поиск ответов, да, возвращался ли кто оттуда, да, потому что все эти рассказы людей про клиническую смерть меня не убеждали, да, верить, там, мусульмане верят, что пророк, да, но оттуда тоже никто не возвращался. Мохаммед умер, и его нету, да, и меня зацепило только то, что куча людей принципиально утверждала, что Христос воскрес, то есть куча людей утверждали, что человек, который, вот он, да, вот он распятый, это то, что распятый Христос, это исторический факт, да, а вот то, что люди стали утверждать, что мы увидели живым, мне низко зацепило, потому что это уже не вопрос веры, это вопрос, ну, у нас вот есть суд, да, суд получает какие-то доказательства и рассматривает, да, скажем, точнее, получает свидетельства и рассматривает их на верность. И мне стало интересно, ну, проверить вот эти свидетельства у людей о том, что их несколько сот человек было, да, что они 40 дней общались с человеком, который вернулся после смерти, потому что если это реально так, то это все меняет. Потому что если есть вечность, то моя жизнь здесь, она очистится вообще очень небольшой по сравнению с вечностью, которая будет, да, вот, и я стал это все дело рассматривать. И да, там это все было непросто, это был долгий поиск, через куча сомнений и тому подобное, и я могу сказать, что да, если бы Христос не воскрес, я был бы не то что теистом, я был бы циником, пофигистом, вот, я уж точно бы не реставрировал его памятники культуры, потому что думал, да, я животное, что там, собака подошла, кижам, пописывал и дальше пошла. Вот, то есть я, чтобы было понятно, что насколько мы с Ильей разные, да? Это да я собака. Так вот, кто в тишах пописывал, ну что ли? Они там до сих пор ищут. Нет, там нормальный туалет. А, так хорошо. Я к тому говорю, что человеку на самом деле для того, чтобы вообще как-то с Богом какие-то отношения вообще построить, сначала нужно быть честным. Или я хотя бы честно все это говорит. Дальше там все равно, я думаю, какие-то у него какой-то опыт будет, да, и вот как он на этот опыт будет реагировать. Когда он будет этот опыт, я не знаю, но я убежден, что каждый человек в своей жизни, как минимум хотя бы один раз точно сталкивается с то, что у нас в Иручине, называется призывающий благодать Бога Отца. То есть вот этот зов Бога Бога, хотя бы один раз в жизни человек с этим сталкивается настолько явно и определенно, что ему приходится делать именно выбор. Вы уже не про голос какой-то, да, вот звучащий, громогласный. Это вообще не важно, как. Это вопрос в том, что для человека в этот момент понятно, что, так скажем, тебе предлагают выбор, тебе вообще интересен я, то есть Бог говорит, вообще я интересен или нет. Все остальное дальше это вот последствия этого выбора. Если интересен человек в любом случае с этого момента, он становится верующим, да, причем верующим в смысле, что просто вот так вот, слепо-слепая вера, а он ищущим становится. И человек, который говорит, нет, мне это не интересно, или там, ты мне не интересен, и он довольно быстро с помощью самоуправдания это забывает и живет дальше себя, как хочет. Но я просто вот, люди будут смотреть, верующие, я бы рекомендовал бы задавать честный вопрос о себе, потому что куча людей говорят, что они верят в Бога, но замечательный принцип. Во что ты веришь, о том ты и говоришь. Я понимаю, что Илья верит в то, что нужно, правда, то есть его душа, она подлежит архитектуре. У меня нет души. Ну, плевать, короче, там, сердце, я не веду, что внутри, то есть ты реально любишь архитектуру, ты об этом говоришь, да. То есть, как это говорил царь Давид, по-славянски, в веровых тем же возлаголах, то есть по-русски, как верую, так и говорю, или от избытка сердца, говорят, уста человека. То есть, когда человек говорит, что я верю в Бога, но при этом за год он ни разу не сказал про вечность и вообще про Христа он почти никогда не говорит, возникают вопросы, веришь ли ты в Бога и во Христа, потому что о нем вообще никогда не говоришь. В пиво, да, в Барселону Реал тоже, да, понятно, да, в политику, в экономику, живи Беларусь, там, Навальный, Путин, это да, потому что об этом постоянно говоришь. Но про Христа, про Бога ты не говоришь, возможно, тебе это просто неинтересно, и ты просто не можешь это честно признать. Отец Павел говорит, что жизнь вот такая короткая, впереди вечность. Вот ты как рассматриваешь свою жизнь? То есть ты зачем помогаешь и восстанавливаешь и храмы, и не только вообще архитектурные объекты, если тебя вот не будет? Ты же не веришь ни в душу, ни в вечную жизнь? Абсолютно, конечно, да. Я же какое-то время живу, и в это время я как человек эгоистичный, я живу, чтобы получать удовольствие. И каждый человек, он получает удовольствие, на мой взгляд, от разных вещей, да, и здесь важно, как раз, в своей какой-то зоне комфорта. Моя зона комфорта, я кайфую от того, что я могу с помощью, то есть у меня есть не просто какой-то большой медиаресурс, у меня не просто миллионы человек смотрят на меня подписаны, а я могу этим людям какие-то мысли привить, и как, не просто привить, а еще на что-то повлиять, да, то есть, и когда я людям говорю, смотрите, вот есть там храм, нужно сделать колокольную, и купола там заново отлить, мы собираем деньги, мы берем и это восстанавливаем. И я кайфую от того, что я могу что-то сделать, получаю это удовольствие. Как и от других вещей, которыми я занимаюсь, то есть, в принципе, я сейчас нахожусь совершенно в своей зоне комфорта, и то, что я делаю, я делаю, естественно, для себя, потому что, на мой взгляд, каждый человек должен получать удовольствие, в том числе и, кстати, от секса до брака. Что ты на меня-то показал, мы ему не убрали. Потому что ты противник был. Я не вижу никакого противоречия здесь, то есть, я делаю это для себя в настоящий момент. То есть, это честно, это честно. Просто вопрос в том, что в какой-то момент мы в любом случае из этой зоны комфорта, сама жизнь у нас начинает низко выдавливать. Ну, бывает, бывает. И вот тут обычно, да, обычно тут как раз, да, возникают вот эти все эти вопросы. Потому что я тоже находился в этой зоне комфорта до тех пор, пока вот эта внезапная смерть, и я хочу сказать, что я сейчас это не говорю, что я там себя стал жалеть, там, пьянствовать и тому подобное. Нет, совершенно не так. Просто у меня вот этот вопрос, есть ли жизнь после смерти, он стал в этот момент несколько определяющим, потому что мне нужно было как-то, его нужно было решить. У многих людей он просто не стоит, и не стоит, и классно. Но, с другой стороны, вот по поводу получения удовольствия, мне всегда нравилась самая депрессивная книга Библии, «Екклесиаст». Написал ее человек, который имел вообще реально все, царь Соломон, он был и богат, у него было, кстати, очень много наложниц по поводу секса до брака, он не нуждался в этих проповедях моих. Вообще, он был очень веселый человек, много чего попробовал, и он в этой книге «Екклесиаст» очень рекомендую всем почитать, в том числе и христианам, которые просто никогда не читают Библию, но посмотреть, посмотреть, как он описывает, и как он приходит к этому и тому же выводу, что все суета, да, что это воспитание детей – это суета, ты воспитал детей, они потом все твои… Нет, точнее так, ты дал детям какое-то наследие, они потом его пропилили, если ты знал, что они пропьют в наследие, то зачем дети? То есть он везде приходит к выходу, что все суета, кроме одного, что единственное, от чего я получаю наслаждение, это жить по заповедям Божьим здесь, сейчас, жить по совести. В каком-то смысле Илья частично с этим, так скажем, перекликается, да. Более того, он еще в одном месте пишет, что великий дар от Бога веселиться почти каждый день, то есть находиться в состоянии веселья, то есть в состоянии такого, ну, такого радостного настроения. Другое дело, что вот от радостного настроения в некоторых моментах вдруг оно полностью пропадает, исчезает, и вот тут у человека как раз вот зона комфорта, когда заканчивается. Вот я понимаю, что я сейчас нахожусь, вот как Илья, в зоне комфорта, что мне реально, мне хорошо, и у меня нет никакого страха, что-то пройдет, просто по той причине, что это не то, что мой убеждение, это мой уже глубочайший личный опыт, подтвержденный многократно, что то, что я это имею, всю зону комфорта, она именно свыше. И что неважно, что будет вокруг происходить, а если в жизни терпел уже скорби, значительные скорби терпел, что из-за этой зоны комфорта, то есть вот этой свободы меня никто не лишит, и покоя этого меня никто не лишит, и радости, это, когда внутри меня, уже никто мне не может лишить, потому что она уже не связана с окружающим миром. Илья, ну все-таки я хочу добиться от тебя, вот что это, ошибка, самовнушение, как ты смотришь? Может ты против ФСБ работать, там тоже добиваются ответов? Да, нет, не надо по ФСБ сегодня. Вот это самовнушение, вера, вот миллионы людей, которые говорят, а мне как верующему, кстати, мне никто это не навязал, я сам искал, мне было интересно, они правы или нет. Слушай, смотри, ну кто-то верит в гомеопатию, кто-то там в память воды, кто-то там еще что-то, то есть есть какие-то у людей веры там, убеждения, которые не вредны, то есть вот религия, оно не вредно, но опять же до поры до времени, то есть когда там попы, когда люди, например, начнут ходить в церковь вместо врачей, вот эта проблема, здесь надо сразу бить по рукам и... Согласны? Согласен. Вот. Более того, я с чем точно и не согласен с тем, что вера безвредна. Смотри, какая вера. Ну да, да, то есть пока люди начинают там сходить с ума и идти кого-нибудь на меня там взрывать, резать или там лечиться там святой водой вместо того, чтобы обратиться к специалистам и так далее, это как, я не знаю, когда кто-то ходит в церковь как к психологу, то есть я воспринимаю для меня основная масса верующих, они просто вместо того, чтобы ходить к психологу, они ходят вот... Счастье, но факт. Они ходят в церковь, им становится легче, им кажется, что можно где-то там накосячить, потом пойти поставить свечку и вроде как-то отпустят, и вроде есть какая-то понятная программа, да, вот у меня, например, такой программы нет, то есть если я накосячу, у меня нет какой-то понятной алгоритма действий, что я должен сделать, чтобы меня как-то отпустило, да, я каждый раз ищу себе какой-то там выход. А верующим это гораздо проще. Мне, кстати, вот, наверное, кажется, вот иногда мне было бы проще быть верующим, да, потому что, ну, пнул утром кошку, вечером пошел, вот рассказал, ты говоришь, ну, купи три свечки и нормально. Это так? Купи три кошки? Ну, проще быть верующим. Ну, во-первых... Это просто понятный, когда мы говорим про такую обывательскую веру, да, я понимаю, что ты сейчас скажешь, что, конечно, все это не так, но про обывательскую веру, ну, она примерно такая. Она именно такая, это, безусловно, печально, и поэтому я хочу как раз сказать, что вера может нанести как раз серьезный вред не только самому человеку, но и окружающим, это, безусловно, так, и как раз вот такая обывательская вера, она вредит и человеку, и окружающим, потому что человек, который думает, что я сейчас что-то сделал, потом пойду поисповедуюсь, безусловно, церковь этому не учит, но это, безусловно... Или храм построю, или построю храм. Да, это же самое, это вредно, это вред для самого человека, потому что он реально оправдывает в беззаконии, это все неправильно. И когда человек, правда, думает, что вот мне, у меня завтра экзамен, вот, вместо того, что просто сесть и учить, нормально, там, география, алгебра, там, он идет, ставит свечку, и там, то есть, ну, это печалька, да. С другой стороны, хочу заметить, что многие люди, ну, то есть, есть определенный путь у человека, да, и надо смотреть вот эта точка, когда человек зашел, поставил свечку, чтобы у него все было хорошо, он к этой точке пришел откуда сверху или снизу, да, то есть, это для него падение или для него все-таки взлет. Вот мы сейчас сидим на сцене, да, если, скажем, бомж, да, бездомный человек, который, даже нет, ну, бездомные бывают, кстати, очень интеллектуальные люди, был человек, который абсолютно асоциальный, родители, алкоголики и тому подобное, никогда ничего не видел, и вот, наконец-то, он решил стать, значит, культурно образовываться, он пришел в театр, да, прекрасно, для него это рост. А если монах какой-нибудь подвижник, да, отшельник и тому подобное, раз и пошел в театр, для него это, возможно, будет падение, да, то есть, да, для тебя, может быть, это все странно, я просто имею в виду, что, я это объясняю, пример для того, чтобы мы к этой точке с разных сторон подходим. Если человек вчера беспрямо там изменял жене и все остальное, да, и тут он, наконец-то, понял, что это нехорошо, иначе решил с того, что вот я пойду, поставлю свечку, прошу у Бога помощи, да, он просил у Бога помощи, даже может, в него не веря, а бывает, что именно прямо атеисты приходят. Я, кстати, атеистам рекомендую, если ты даже не веришь в Богу, сюда можно честно зайти в храм, поставить свечку, и сказать, господи, если ты есть, потому что я в тебя не верю, помоги мне, пожалуйста. Ты так делал? Свечку я ставил. Зачем? Слушай, ну не трогай, человек. Просто прикольно. Да нет, слушай, я могу... А что тебе кажется, что крестный отец чей-нибудь, Илья? Нет, я, кстати, крещённый. А, крещённый? Ну, без моей воли, но дети мои нет, то есть, я против крещения в несознательном возрасте, то есть, я считаю, что человек... Смотри, если ко мне придут мои дети и скажут, что мы хотим пройти какой-то обряд крещения, или, я не знаю, какую веру, да, я был совершенно не против, я не буду даже их отговаривать. Ты расстроишься? Абсолютно нет. Ну, кстати, я тоже противник крещения детей, когда родители живут вне веры, совершенно подобное. Я крестили, меня никто не спросил. Тебя напрягает это? Абсолютно всё равно. То есть, у меня просто, где-то сказали, что есть крестик. Ну, есть, есть этот шкаф ухаляется. То есть, я не просто отношусь к этому просто к какому-то событию, которое я не помню из детства. Нет, это прямое нарушение самих правил церкви, что крестить детей может только по вере родителей. То есть, если не по вере, по паспорту, я в России живу, и поэтому я православный. А родился я, предположим, в Садовской Аравии, я мусульманин. По вере, если родители имеют осознанную глубокую веру, тогда, безусловно, ребёнка может крестить, потому что ребёнок всё равно вырастет в православии, потому что ребёнок просто копирует родителей, и до своего осознанного возраста он неизбежно вырастет в православии, как ребёнок в исламской семье будет мусульманином. А когда родители явно не церковные люди, я, правда, очень понимаю, зачем мне крестить детей, потому что ребёнок по-любому вырастает не церковным человеком, явно далёким от всего. Это правда печаль, которая будет писать ещё на Кише потом. Да, ну мы проверим теперь. Ну, чтобы эту тему закрыть, всё-таки я спрошу. Вопроса нет, не Кише, хотя это связано. Вопроса «А вдруг не было?» Почему? Мне просто искренне интересно. Вот ты говоришь, ну, верит каждый там что-то, значит, в одно, в другое, в третье. А у тебя лично читают книги, знаешь, что есть учёные верующие, что есть писатели. Никогда не было вот личного вопроса «А вдруг там что-то есть?» Вот не задавался, да, им? Слушай, я сейчас пытаюсь как бы вот понять, но нет, конечно. А умирать не страшно? Абсолютно. Ну, а в чём проблема? Нет, смотря как умирать, да, то есть, если ты заснёшь и не проснёшься, то отлично, ну, совершенно нормальная смерть, ты даже, ну, каждый день человек засыпает, и в этом нет ничего страшного. Вот, если тебя будут там как-то умирать под пытками, да, ну, конечно, страшно. Ну, я, кстати, хочу сказать, что у меня бы точно был бы я неверующим, а точнее, у меня такой был момент, когда я вот, ну, как минимум, я очень серьёзно во всём сомневался, то вот этот пример, что куча верующих, учёных, то потом меня не убеждал ни в чём. У меня в чём, когда я понял, когда я уже анализировал, как у меня пришла вера, я могу сравнить с влюблённостью. Вот, если я бы никогда не влюблялся в девушек и в мальчиков, на всякий случай, вдруг подумал, что я это. Вот, то есть, если мне, я никогда бы не имел бы опыта влюблённости, мне бы стали бы рассказывать, ну, смотри, как всё это прекрасно, это подобное, я бы смотрел на этих людей, ну, как мне странник. Нет, вы, пожалуйста, можете влюбляться, там, капать слюной, там, дарить цветы, то есть, вам это нравится, но мне, в принципе, мне комфортно вот так, как я живу, и мне совершенно, зачем мне вот эту девочку провожать до дома, как бы встретились, договорились и всё, да. Но потом ты влюбляешься, и... Да, я извиняюсь, я слышал, да, это неоднократно подобное сравнение, да, с любовью там всё понятно, как-то гормонально там действует, там, что, как выделять, то есть, это с точки зрения наук, да, Панчина, конечно, позвонит, он бы... Позовёл, позовёл, приходи с ним, да, 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 то есть, как бы химия любви, условно, влюблённость и так далее, да, это, она понятна, это с точки зрения, там, процесса эволюции, важный процесс, процесс, который ты, наверное, отрицаешь, вот, процесс эволюции не предполагает наличие души. Нет, совершенно, это не связано между собой вещи. То есть, ты веришь в теорию Дарвина? Ну, ты... Ну, не в теорию, да, а на... Ты принимаешь эту теорию? Нет, то, что эволюция есть, я, безусловно, согласен. И так много в церкви, да. Человек произошёл от обезьяны? То, что у человека есть животное какое-то начало, это и так тоже понятно. Человек... Ну, что так, я вообще... Кто из нас явно не читал феофан-затворника? Я читал феофан-затворника. Он говорил, что забери у человека душу, столь его образа Божьего, это обезьяна. Ну, это давно было известно. Адам отличался от всех остальных живых существ своей душой. А ты думал, что в церкви отрицают категорически, да? Нет, нет, есть радикальные коррекционисты, 6 астрономических суток, и только так, а есть совершенно... Нет, просто процесс, процесс эволюции, душа же у нас неизменна, да, и процесс эволюции, он не очень... Те есть мы говорим про теорию Дарвин, он не очень стыкуется с наличием души. То есть надо что-то какое-то, один стул выбор. Я хотел просто, чтобы... Да, про влюбленность, да, и... Чтобы ты разрешил во время влюбленности, секс до брак, все-таки. Дело все в том, что есть вообще эту тему серьезно рассматривать, мне кажется... Очень серьезно. Ну, просто у тебя куча подписчиков на ютубе, в инстаграме. Мне кажется, что если мы начнем рассматривать серьезно, то мы, 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 мы современные люди, взрослые, мы реально все-все портим для своих собственных детей. Потому что классно, когда парень в 15 лет влюбляется в девушку, для него на первую любовь, он делает все эти обещания чисто от сердца, да, и раньше люди вступали в брак. Да, это было все очень чисто, но теперь мы так, мы так выстроили жизнь, что мы вырастим лжецов, да, и лгуни, потому что он говорит, я тебя люблю, и он же говорит о чистого сердца, и он правда думает, что ты будешь у меня одна на всю жизнь, да, но мы ему говорим, нет, в брак вступать нельзя, все остальное, потом, естественно, мы его, мы их разрываем, да, чаще всего так это происходит. И потом он говорит, второй, я тебя люблю, да, потом третий, и вот понеслась. Что противоречия? Ну, в том, что... Нельзя любить несколько, ну, значит, и сегодня одного, завтра, другого? В том смысле, что в моем понимании настоящая любовь, это правда, вот эти замечательные, красивые эпитеты, когда ты можешь сказать своей жене, это моя единственная несравненная. Да, потому что, если честно сказать, то современный молодой человек на свадьбе, я должен сказать, дорогая моя, ты у меня шестая, и сравнить могу с Катей, и с Машей, с Тамарой. Абсолютно, да, почему проблема? А ты думаешь, она не знает, что она у него шестая? А может быть, двадцать шестая? Я имею в виду, что для меня, для христианина, да, я понимаю, как устроена вся эта интимная близость, и почему люди этого хотят, да, но христианин призван совершенно к другому, к гораздо более высшей любви, да, и придется определяться для себя. То есть, если ты хочешь быть духовным человеком, то духовная жизнь все равно находится во вражде с плотской жизнью. Это всегда так было. Поэтому человек во вражде, в войне, да, то есть, например, ну, простыми словами, человек, который объелся, да, это прям плоть, то на некоторые душевные вещи даже душевно уже не способен. Просто потому что он объелся, да, то есть иногда даже в душевных вещах, которые тебе даже быть понятны, иногда требуется просто воздержание, да, а если мы говорим про духовную, то тем более. Поэтому для любви в христианском браке, в христианском браке, блуд, это печалька. Но тогда мне сейчас придется рассказать мне, что такое христианский брак, как он устроен. Потому что у тебя личные границы, все остальное, то есть, если я сейчас жене скажу то, как, ну, ты сказал про личные границы, все остальное, жене моей христианке это не понравится, потому что у нас брак выстроен по другим принципам, по другим. А для людей, которые не христиане, для них понятия блуда вообще не существует. Я не могу понять, почему у меня не христиане, то есть те, которые не верят во Христа, спрашивают, а почему нельзя секс до брака? Ну да, им-то вообще пофиг, тебе это больше не пофиг. То есть не очень понятно, ты... Нет, отец Павел не тебе это говорит. Я спросил это, потому что мне показалось, мы вспоминаем опять же тот же самый эфир, мне показалось, что есть противоречие, что ты с одной стороны переживаешь за крепкий брак, с другой стороны ты отрицаешь секс до брака, а я считаю, что не может, ну, очень редко бывает нормальный крепкий брак, если... Нет, я как раз полностью с этим не согласен. Именно, ну, а ты женатый, кстати? Да, 12 лет. Прекрасно, ну вот ты знаешь, да, что, например, бывают такие моменты, когда там жена забеременна, то есть бывают какие-то периоды, когда нет интимной близости, в принципе, ну просто потому что... Понятно причина, там же не просто может врач запретить и тому подобное, да? Соответственно, если действует настолько важно для людей, парень обычно говорит девочка, что для меня это очень важно, проверить все остальное, во-первых, мне кажется, девчонки это низко унизительно будет просто слышать, да, ну, тебе знаешь, как корова там зубы проверяешь, там, да? А ей не важно проверить? Ну, чаще всего девчонки они в этом плане не такие. Чаще всего. Сейчас, девчонки, скажите, осмотрят. Сейчас я кинусь у него, если что. Сейчас, что-нибудь полетит. Что-то боюсь, дело не выскорбить чувств верующих, а скорую чувств женщин. Да плевать. На женщин? Ладно, что, это мы отдельно, мы видим, баланс. Не надо, я пошутил сейчас. Жену свою люблю, а ты мне домой не вернется, в общем. Нет, мы можем отдельно... Вот от таких разговоров, да, что ты даже сейчас у тебя вот вырывается, ты, видимо, пытаешься сдерживать, но даже что вырывается, что им это неважно и так далее. А от этого потом весь блуд и появляется, за который ты переживаешь. Ну, у нас, на самом деле, что было понятно, у нас по статистике, ну, по опросам, да, насколько они прям верны, ну, пусть даже там статистическая погрешность. У нас 75% мужей изменяет своим женам и 25% примерно женщин, да. Это как так статистику? Ну, ты можешь посмотреть, ну, я не знаю, насколько им можно верить, да. Но я по есть поводим, знаю, что мужики почти, ну, в большинстве случаев, мужчины изменяют своим женам. И для меня это, например, печалька, а женщины изменяют гораздо реже. Это я просто знаю по исководям, да. Да, и если ты поговоришь с мужчинами, которые изменяют своим женам, и спросишь вообще, а что такое, я думаю, многие тебе скажут, слушай, ну, потому что не получать. Да, не все блудили до брака. Все, они как раз в том, что себя и суть, в том, что вот я до брака, я у нас с женой, я могу, честно, у нас с женой не было ничего до брака, да. И у меня нет вот этих проблем, что я там, наше слово секс, я покраснел такой, ооо, секс. Ну, то есть у меня вот этого нету как раз, да. Если друг другу доверяешь, там все, ну, как бы там все, как раз, благодаря панчуную химию, в общем. Ну, и ничего, не разочаровались после брака же. Слышь, ну, ну. Не, ну, понимаете, я просто, это важный момент. То есть, вот смотри, да, у меня не было никаких проблем. У меня не было ни секса, ни сейкса, ни сейкса, ни сейкса. Замечательно. Я, конечно, даже слишком нет проблем. Это какое-то исключение или что? Да, причем исключение. Слушай, я не хочу. Все почти блудят до брака, и браки, браки стали слабые. то есть говорить о том из-за этого не стали слабыми услышали но я считаю что одна из причин люди они до брака уже не выдержанные до брака точно нужно до брака есть он увидел девочку который приятно форму короче илья мы заканчиваем последний последний эти сгравы когда ты у себя в блоге говоришь там рпц и так часто как мы сказали детка и так далее вот сейчас ты спокойно часто разговаривал там с учеником то есть вот рпц тоже то есть это как-то отличается от того кого ты имеешь в виду суши смотри давай четко разделять есть структура о рпц которые так иногда называют не знаю насколько ну который делает очень много вещей которыми не раз именно именно как структуру как некая такая вот институция что вот есть эта церковь и мне то что они делают там руководствует нет совершенно не нравится там поведение патриархи кирилла я считаю что ну если там есть там совет директоров и можно как-то директор поменять я бы его поменял все вот это что происходит начиная там с часов заканчивая там с рисами при этом понятно что есть конкретные люди которые в этой структуре могут находиться совершенно адекватные приятные люди со многим нормально общаться имеешь нет никакой аллергии и я считаю что если человек счастлив в церкви если ему доставляет удовольствие ему проще жить и если он лишний раз там не пойдет там бить своих детей потому что вот ему в церкви сказали так не делать и он как находит какое-то свое душевное спокойствие то замечательно пусть все ходят любые храмы мечети синагоги наша свободная страна я с уважением отношусь к любому выбору главное когда вот эта история не наступает на мой интерес а у вас нет аллергии на атеиста вероятно раз вы с ним тоже вполне добра не аллергий на меня бомбит от во первых нечестности и от невежества поэтому когда человек честный мне с илью отлично разговаривается да а вот когда бывает то есть я хочу сказать что я не согласен потому что к сам патриарх кирилла сейчас к себе понятно потому что твой начальник вот у меня другой совершенно взгляд да я изнутри смотрю мне кажется патриарх сделал очень много что для церкви исходя из тех условий которые у нас были то есть вот есть . . б что было был патриарх алексий постсоветского периода насколько он сделал да сколько 3 кирилл да то есть я не идеализирую то есть я понимаю вот есть какие-то возможности ты из них исходишь да вот при этом я понимаю почему людей может внешне там бомбит и там и так далее и я не идеализирую и понимаю что то что и руководство то есть если меня слушали бы я бы мог сказать бы ребятам пример вот эти вещи лучше бы убрать я бы убрал потому что вот снизу это смотрится вообще ну просто отвратно вот но но про всем при этом я я за честность и за то что в люди люди честно могли разговаривать и вот как или а специалист в области архитектуры то собственно чтобы каждый человек в той области которую специалистам он как-то уделился этим опытом делал добро вот смежные темы может быть не ходил честно уважительно разговаривать важное мне кажется завершение нашего диалога друзья книжки митрополита антони суражского бог да или нет так называется замечательное издательство никея православного одну подарю ли не планировал но мне кажется мало ли что то будет интересно я с ней с удовольствием вопрос какое действие должна сделать русская православная церковь чтобы большая часть общества его в интернете во всяком случае активно поддержала потому что мы знаем что в сети в общем-то часто какие-то действия не принимают критикуют заслуженные или нет это отдельный разговор какое действие поддержит большая часть общества самое интересное оригинально остроумный ответ получит да спасибо чего вот 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 вот